Здарова! В этом выпуске я расскажу о том, как сделать хронограф. Нехитрый перебор для измерения скорости палета пули с очень высокой точностью и бюджетом в 250 рублей. Возможен вариант с выводом скорости на экран компьютера, на смартфон и на отдельный LCD дисплей. Смотрим! В скором времени у меня будет ещё немного самодельного оружия, и его настройки невозможны без использования хорошего хронографа, и я решил сделать его своими руками, но и не покупать же на самом деле. Понадобится нам не так уж и много. Металлопластиковая труба диаметром 26 мм или больше в качестве тела хронографа. Arduino Nano в качестве мозгов, инфракрасный светодиод и фототранзистор в роли глаз, и болты М6 для крепления. И ещё парочка резисторов. Я буду часто ссылаться на свой сайт, чтобы не перегружать видео личной информацией. Там можно бесплатно скачать все варианты прошивок на Arduino для этого хронографа, и почитать, что такое Arduino, что она умеет и почему её не нужно бояться. Ссылка для покупки Arduino на сайте Алиэкспресс есть в описании под видео, стоит она там 120 рублей. Также вы можете заказать у меня почтой готовую электронную начинку для хронографа на моём сайте в разделе «Магазин». Хронограф представляет собой трубу с двумя датчиками, которая будет крепиться на ствол вашего оружия. Отметим места крепления на ствол на расстоянии 5 см друг от друга, затем место под первый датчик, и через 15 см место под второй. Здесь можно отрезать лишнее. Крепление на ствол будет трёхточечное, в двух местах. Отмечаем три точки на равном расстоянии друг от друга и переносим их вот таким образом. Все точки нужно наколоть шилом, чтобы дальше было удобнее сверлить. Теперь сверлим все отверстия сверлом на 5 мм. Отверстия под крепление сверлятся по одному 6 штук. Под датчики сверлятся в два сквозных отверстия, то есть через обе стенки трубы. Здесь нужно просверлить максимально аккуратно и по центру. Вот так должно у вас получиться. Кстати, расстояние 15 см выбрано не случайно. При таком расстоянии Ардуино успеет засечь пулю, пролетающую со скоростью 300 м в секунду. Из Ардуино нужно выпаять все коннекторы, если они есть в вашей версии. Это чисто для эстетики. Подробнее о датчике. Пролетающую пулю будет фиксировать пара светодиод в фототранзистор, причём инфракрасного диапазона, чтобы исключить влияние внешних источников света. Светодиод светит на фототранзистор, а пролетающая пуля перекрывает и уменьшает световой поток, что и фиксирует контроллер. Кстати, верхний потолок измеряемой скорости напрямую зависит от скорости работы фототранзистора. Я использую L53P3C стоимостью 23 рубля с длиной волны с 940 нм. Я не знаю, насколько он шустрый, но скорость 120 м в секунду он определил без проблем. На большее не способна уже моя старая винтовка. Я буду держать вас в курсе, и в видео про новые винтовки я обязательно расскажу, справится ли вышеупомянутый резистор с более высокой скоростью пули. Если же не справится, то будем искать ему замену. Все обновления компонентов также будут отражены у меня на сайте, на странице с исходниками и схемой подключения компонентов. Светодиод нужен такой же длины волны, на которой работает фототранзистор. Я использую L53F3C, работающий на тех же 940 нм. А также я пробовал TSL 6100 за 8 рублей. Вот схема подключения компонентов. Подробнее ознакомиться с ней вы также сможете у меня на сайте. Готовим к пайке светодиод и фототранзистор. Вставляем их в отверстия для датчика. С одной стороны фототранзистор, с другой стороны светодиод. Заметьте, длинные ножки снизу, короткие ножки сверху. Короткие ножки это минус. Загибаем ножки вокруг трубы. Короткие соединяем, а длинные ножки раздвигаем. Оба компонента датчика для удобства можно закрепить горячим клеем. Вот такими проводами будем соединять датчик с дуиной. Припаиваем общий минусовой провод и раздельный плюсовой. Вот и тот для обоих датчиков. Для эстетики можно замотать всю эту порнографию изолентой. Можно даже белой. Фототранзистор нужно откалибровать, подключив резистор последовательно к нему. Номинал резистора уникален для каждой конструкции и для каждого типа фототранзистора. Собираем схему для подбора резистора. В ней искомый резистор заменен подстроечным с номиналом 50 кОм. А также имеется соединение с одним из аналоговых входов контроллера. Собираем, загружаем в соответствующий скетч и запускаем. Начинаем вращать ручку подстроечного резистора и смотреть на выходящие значения. Нас интересует сопротивление, при котором выводимое значение будет составлять около 400-450, не больше. Что мы там накрутили, измеряем мультиметром. Для фототранзистора L53P3C мне понадобился резистор на 30 кОм. Всё, теперь можно собирать схему. Собрав, закрепляю болтающиеся части термоклеем. Теперь сделаем крепление на ствол. В подготовленное отверстие вкручиваем все шесть болтов. Вот так это выглядит при закреплении на муряже ствола. Давайте протестируем хронограф. Закреплю его на стволе своей старой винтовки. А, кстати, нужно максимально точно измерить расстояние между датчиками и вставить это значение в скетч. Стрелять я буду в пылевыловитель, который я делал в 12-м выпуске. Скорость измеряется сразу и отображается в мониторе компорта официальной программы для прошивки Ардуины. Для интереса сравню этот хронограф с акустическим способом. Стрелять будем с двух метров и измерять скорость одновременно микрофоном и хронографом. Вот, собственно, результат. Я бы сказал, полностью совпадающий, причём акустический способ оказался менее точным, так как цена деления у Audacity составляет одну миллисекунду, а хронограф со своими микросекундами будет явно точнее. Также этот хронограф можно сделать независимым от компьютера, посылая результаты на смартфон при помощи Bluetooth-модуля или подключив его среди дисплей. Подробнее опять же смотрите на сайте. На этом у меня всё. Ещё раз напомню, что купить электронную начинку для хронографа можно у меня на сайте в разделе «Магазин». Не забывайте подписываться на канал, вступать в нашу группу ВКонтакте и прочее-прочее. Ссылки есть в описании под видео. Также вы можете добавить свою пошаговую инструкцию по изготовлению какой-нибудь штуковины на нашем сайте diyworldplace.ru Вся инфа в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь, до скорой встречи.